Очень-очень скоро, я надеюсь, Андрей закончит работу настройки по двигателям, и вы сможете уже сами полетать, пострелять, оценить. И, как я тоже уже говорил, мы работаем параллельно сейчас над еще одним самолетом, который, надеемся, отдать вам тоже довольно быстро. Вот это, товарищи, совершенно неожиданная штука, которую Альберт, оказывается, может сейчас показать. Ну, я просто забрал вот в том состоянии. Мне только нужно с вас, со всех дорогих пользователей, обещание, что когда мы с Андреем устраиваем вот такие спонтанные стримы и показываем вам стримы, а не стрёмы, вот самое главное, и показываем вам вот то, действительно, я просто беру, забираю текущую версию кода в том виде, в котором она есть, и показываем вам, что вы не будете после этого считать это финальным качеством игры. Тогда я смогу показывать вам более-менее интересные штучки, как, например... Штучку. Как что? Да, интересные штучки, интересную штучку. Вот еще, дорогие пользователи, очень близок к завершению, очень процесс работы над немецким пикировщиком, потому что нам бы хотелось вам дать сразу два самолета, которые выполняют, по сути, одинаковую роль, а именно уничтожение или, наоборот, поддержка наземных войск для того, чтобы как-то сбалансировать, наверное, игровой процесс в этом смысле. Ну, к тому же, к тому времени будет и мультиплеер, наверное, будет уже? Да, безусловно. И комиссион? Ну, сейчас пока не буду вам давать обещаний, как именно у нас это получится, то есть какой самолет выйдет чуть раньше, какой выйдет самолет чуть позже. У U87, к сожалению, по 3D еще у нас очень много работ, то есть он не завершен, внешняя модель завершена полностью, анимации, все нюансы, все это сделано, а вот кабины практически еще не готовы, то есть мы только-только-только начали над ними работать. Вот, то есть, например, самолет, когда в процессе работы, он выглядит вот так вот, то есть еще очень далеко до завершения. Вот видите, тут в приборах какие-то невнятные, неясные отражения, которых там быть не должно, не покрашен прицел еще, пока во внутреннем состоянии находится все то, то, что связано с кабинами. Ну, анимации все работают уже, то есть в этом смысле все в порядке. А вот текстурирование еще находится пока только-только в зачаточном состоянии, хотя внешняя модель уже, в общем, практически закончена. Так-так-так-так-так, как же вам мне это показать-то? Сейчас вот так вот попробуем, сейчас я заведусь, чуть-чуть продвинусь, чтобы показать вам работу подвески, в частности, что подвеска на каждом самолете, в общем-то, по сути, уникальна. Так, как я и говорил, тут пока еще все очень далеко от завершения. Вот, ну, как только я выйду на снежок, вы увидите, что вот амортизаторы, его штуки, они расположены немножко не так, как на других самолетах. Вот, видите, такая гофра. Вот она и есть амортизатор. То есть, в общем, с точки зрения, например, анимационный самолет тоже близок к завершению. Все, уже успокаивайся, успокаивайся. Тяжелый достаточно по сравнению с сотребителем, у него выбег намного больше даже с остановленным двигателем. Вот, а кабины еще пока не готовы, поэтому не знаю, какое количество, какое конкретное время мы потратим на их доводку, плюс еще, естественно, двигатель. Но, опять же, хочется вам продемонстрировать, что каждый день двигаемся по этой дороге к релизу. А посидеть на месте стрелка можно сейчас? Ну, это очень стрёмно. Можно, но стрёмно. Ну, вот вам сравнение с... С простором и волей. Вот вам сравнение, да, с Ил-2. О том, что в Ил-2, конечно же, существенно... В Ил-2, конечно же, существенно больше места. Сейчас я закрою кабину. Здесь, видите, она чуть по-другому. В принципе, закрывается. И чуть отодвинусь от пулеметов. Так вот сяду. В штуке... Еще раз говорю, не обращаем внимания вообще никакого ни на текстуры, ни на что. Это все не более, чем пока VIP. Вот обзор, скажем так, на Илья, существенного стрелка, мне кажется лучше. Хотя, конечно, наверное, вот это вот и стекло, и закрытость кабины дает некоторый комфорт во время полета. Но, вот я сейчас отпущу пулемет, чтобы мы немножко подвигались. Я, честно говоря, пока с большим трудом себе представляю, каким же образом немецкие стрелки будут... Вот, ну, как видите, да, кабина штуки тоже вся уже санимирована во всех основных нюансах. Каким же образом будут вести они огонь, я пока не представляю. Ну, это еще тоже далеко не финал. Как видите, даже прицел еще пока лоу-поле. Для того, чтобы мы пока ищем для него место, то есть где он будет находиться. Ой, ой-ой-ой, свернулся проект. Прошу прощения. Так, сейчас не знаем, где оказался. Что все, наверное, да, пока. Вот так вот выглядит в данный момент кабина Ю-88. Работаем над этим. Довольно грустно мне все-таки. Ну, ты знаешь, некая клаустрофобия, да, в случае, конечно, стрелка на штуке присутствует. Хотя некий комфорт все-таки во время полета это стекло обеспечивает и более низкий уровень шума, и ветра, и в плане температуры, безусловно, тоже. Стрелки на Илье чувствуют себя, конечно, существенно менее защищенными. Мне, это мое личное мнение, кажется, что стрелок на Илье обладает лучшими возможностями, чем стрелок на штуке. Но это все пока просто разговоры. Скоро сами вы все увидите. Вот, ну и последнее, перед тем, как с вами попрощаюсь, буквально уже всего пара, может быть, тройка там часов осталось до включения этой сессии, серии. Все, у нас прошел 12-й час сегодня работы. Я уже начал заговаривать. Вот, главное, это, конечно, вот эти две папочки, ради которых мы работали всю вот эту неделю. Старую вот эту маленькую карту мы в шутку назвали Лапином, потому что в основном все летали с Лапи, с аэродрома Лапина, и поэтому так в шутку и назвали Лапина. Вот она пока существует. Внутри этой папочки есть две папочки с самолетами и теми миссиями, к которым мы уже привыкли. И появилась папочка Сталинград, в которой точно так же лежат два самолета. И вы сможете полетать, посмотреть сам Сталинград, сам город непосредственно. Даже я, наверное, сейчас не поленюсь запустить, перед тем, как мы с вами попрощаемся. Быстренький ответ на вопрос в комментариях к стриму. Стрелок хвост может отстрелить? Да, может, мы отстреливали, это было. К сожалению, да. Вот так, я даже подруглый ответ. К сожалению, да. К сожалению, стрелок может повредить свой самолет неосторожными своими действиями очень сильно. Поэтому, как и в прошлом нашем проекте Rise of Light, мы дадим возможность в мультиплеере пилотам бомбардировщиков запрещать стрелкам садиться на свободное место. Так как неадекваты. То есть выбирать своего товарища? Да. Сажать с собой друга. Потому что, да, стрелок способен причинить немалый вред самолету стрелкам. Иногда стрелки бывают опаснее, чем истребители. Случайные связи опасны. Выбирайте бдительно. Предохраняйтесь. Так, все. Последние секунды перед тем, как я с вами попрощаюсь. Вот покажу вам пока еще огромное количество багов и глюков. Но чтобы вы поняли разницу между Лапина и... Кастерным миром. Да, и карты из Телекрата. Почему мы работали над ней дольше. Почему она такая сложная. Потому что детализация совершенно другая. Вот здесь вы сейчас видите при помощи иконочек отмечены только аэродромы. Это не деревни и не города. То есть, ну и не поселки, которых намного больше. Это только аэродромы. То есть, каждые... 80, да? Больше 80, да. То есть, каждый из них это... Это аэродромы. Которые использовались. Они разные. Что еще вам сказать? Ну, понятное дело. Вот здесь у нас находится непосредственно Сталинград. То есть, карта тоже временная. Мы пока над ней работаем. Для сравнения, наверное, Лапина бы уместилась вот между вот этими тремя, тремя аэродромами. Ну, вот чуть побольше. Вот так вот уместилась бы карта Лапина. То есть, наверное, штук шесть можно их выложить. В разные стороны. Очень скоро вы получите в свое распоряжение вот эту карту. Вот я сейчас нахожусь уже на карте Сталинграда. Вон, собственно, там вдали видит сам город. Как видите, производительность на моей 660 Ti никак в этом смысле не изменилась. Несмотря на то, что здесь существенно больше объектов. Значительно. Вот я сейчас справляюсь к самому, собственно. В Сталинграду. Например. Количество объектов здесь огромное. Они все в разной детальности. Скажем так. Больше-меньше. Мимо железнодорожного вокзала пролетаем. И с точки зрения FPS, как видите, пока у меня проблем не возникает. Будут ли они на ваших компьютерах, мы не знаем. Надеемся, что тоже нет. И самое главное, пожалуйста, никогда не забывайте, что все это не более чем VIP. И мы работу над картой Сталинграда, в смысле публичную ее часть, только-только-только с вами начинаем. Не забывайте о масштабах, с которыми мы работаем. И масштабы я вам покажу вот так вот. Я вот над городом буду удаляться вверх. Вверх, 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 чтобы вы поняли, что такое реальная карта, с которой мы работаем. Именно сколько она огромная, сколько... Ну, здесь в основном, конечно же, с высоты это выглядит все как полупустое пространство. Потому что Сталинградская степь не забилует разнообразием ландшафт. Ну, вот сейчас мы уже добавили все элементы. Дороги, реки, речушки и населенные пункты. Все это вы сможете посмотреть сами. Все, дорогие друзья. Большое спасибо вам всем за внимание. Спасибо всем, кто смотрел. Я вот заметил 273 смотрящих. Уже не было анонса. Да, спасибо большое, ребята. Надеемся, что мы таки сумели развлечь вас, отвлечь вас в момент, когда основная группа сейчас работала над новой сессией, которую вы скоро получите. И вам с нами было нескучно. До свидания. До встречи буквально через пару-тройку часов в игре. Да, кайфов. Доброй ночи. Кайфов вам полет. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...